Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы правительств и главы делегаций, дамы и господа, позвольте прежде всего выразить благодарность российской стороне за гостеприимство и создание прекрасных условий для нашей сегодняшней работы. Признателен также за предоставленную возможность выступить на заседании Совета глав правительств, на котором подводятся итоги, проделанной за год работы, определяются ориентиры дальнейшего развития экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия государств-членов ШОС. Сегодня Шанхайская Организация Сотрудничества занимает по праву свое подтвержденное достижениями авторитетом место среди региональных международных организаций, концентрируя свои основные усилия на векторах поддержания мира, безопасности, стабильности, создания благоприятных условий для устойчивого и всеобъемлющего развития государств, входящих в нашу организацию. Укрепление взаимодействия в этих областях будет оставаться основным приоритетом деятельности ШОС и в дальнейшем. Уважаемые главы и делегации, результаты работы на экономическом направлении, осуществленные период после заседания Совета глав правительства Шанбета, жены в отчете секретариата ШОС о ходе реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, которые представлены на рассмотрении глав правительства. И в следующем хотел бы акцентировать ваше внимание на наиболее важных, на мой взгляд, аспектах взаимодействия государств-членов ШОС. Основные усилия сторон в отчетный период были сосредоточены на реализации и задачи, поставленных главами государств 11 июня 2010 года и 15 июня 2011 года, соответственно, в Ташкенте и Астане, а также главами правительства государств-членов ШОС 25 ноября 2010 года в городе Душанбе. На состоявшемся 26 октября 2011 года совещании министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, были достигнуты договоренности по дальнейшему продвижению торгово-экономического сотрудничества в рамках организации, осуществлению конкретных планов проектов. Результативно работали экономические ведомства, наша государственная комиссия, старших должностных лиц министерств, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, и специальные экспертные рабочие группы. Продолжалась экспертная проработка вопроса по созданию механизма финансового сопровождения проектной деятельности, что, на наш взгляд, должно ускорить начало практической реализации согласованных проектов. Деловым советом и межбанковским объединением нашей организации проводилась работа по созданию благоприятных условий для расширения и углубления сотрудничества между представителями бизнеса сообществ и банковских кругов. Дальнейшее развитие получило сотрудничество в гуманитарной сфере. 19 мая 2011 года восстание состоялось совещание министров культуры, государств членов ШОС, в ходе которого достигнут договоренность о проведении обменных визитов, стимулирование сотрудничества в таких сферах культуры и искусства, как киноиндустрия, издательское дело, дизайн, современные технологии в области культуры, а также организации художественных мероприятий. Усилиями экспертов Министерства здравоохранения удалось согласовать и подписать в рамках Астанинского саммита ШОС 15 июня 2011 года соглашение между правительствами государств членов ШОС о сотрудничестве в области здравоохранения. Продолжается реализация межправительственного соглашения о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций от 2005 года. Уважаемые участники заседаний, главы делегации, за отчетный период уникапливалось взаимодействие с нашими партнерами, государственными наблюдателями Индией, Ираном, Монголией, Пакистаном, партнерами по диалогу Белоруссию и Шерлангой. Развивалось сотрудничество и с международными организациями. Осуществлялись информационные обмены с исполнительными органами СНГ, Евразес, Эската, ООС, ОСИАН и других международных структур. В августе-сентябре 2011 года делегация секретариата ШОС приняла участие в первом экспо Китай-Евразии в Урумчи, в международном байкальском экономическом форуме в городе Иркутске, а также в евразийском экономическом форуме в городе Сиань. Говоря об итогах взаимодействия на экономическом и гуманитарном направлениях, деятельность ШОС представляется целесообразным активизировать работу по повышению результативности работы специализированных органов, компетенцию которых входит в вопрос экономического сотрудничества. Очевидно, что это могло бы способствовать ускорению выполнения поставленных задач по содействию стабильному социально-экономическому развитию стран ШОС. Все более актуализируется вопрос о скорейшем принятии взаимоприемлемого решения касательно финансового сопровождения практической реализации проектов в экономической сфере, что позволит достигнуть необходимых результатов по соответствующим договоренностям. Уважаемые дамы и господа, секретариат ШОС будет и далее предлагать необходимую сеть для обеспечения результативности работы нашей организации на экономическом и культурно-гуманитарном направлениях в сфере обеспечения безопасности, стабильности и процветания в регионе и в мире, в том числе по наращиванию совместных усилий по реализации конкретных проектов. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...